здравствуйте однедельный параша парашат эмор парашат эмор мы написано там вначале про коген кому он может стать духовно чистый или нечистый духовно нечистый таме и написано там что мертвому нельзя ему быть духовно нечистым таме но всем родственникам он может стать духовно нечистым это кому папа своему отцу или матери сыну дочки брат сестра и жена и но вторе написано что коген году конга долю нельзя конь году нельзя быть никогда нечистое он всегда он например он не может пойти и похоронить своего отца и так далее или со всех этих семь родственников которые мы сказали конга долю остается должен остаться святой навсегда и и мудрецы еще учатся что к конгу долю даже нельзя было выходить из бета-мигдаша он должен был остаться бета-мигдаш целый день он находился бета-мигдаш кроме ночи ночью он шел домой и даже когда он был дома когда он шел домой он должен был остаться внутри иерусалима нельзя было ему выходить из иерусалима теперь человек может увидеть это как наказание конга долю почему потому что конга долю остается в одном месте нельзя ему выходить не можешь пойти в другие города как бы остался как будто бы в тюрьме находится что как будто ему нельзя выходить из бета-мигдаш нельзя ему выходить из из иерусалима как как же это как же это и мы знаем что человек как когда ему нельзя выходить как когда ему запрещает выходить с города это считается как наказание может быть откуда мы знаем давида мэлех приказал своему сыну шломо чтобы он наказал одного человека звали его щими бенгера почему потому что щими он он проклял давида но давид его не ему его не наказал но перед смертью давид говорит своему сыну я хочу чтобы ты наказал щими бенгера придал ему наказание дал ему смерть но не делай как бы прямую смерть не как бы после смерти не зови его давай ему сразу смерть а сделай это умно сделать через хохма через за мудростью сделать так и накажи щими бенгера теперь после как давид амена хумир шлома мэрах зовет щими бенгера и говорит ему что он чтобы щими нельзя ему выходить из иерусалима никогда он всегда должен остаться в иерусалиме щими через несколько лет щими щими убежали рабы убежали так что щими вы вышел из иерусалима искать их когда шлом услышал об этом взял и наказал шлома щими и и и и и шло и щими был наказан и и и и шлома убил щими как наказание цвет рафаим шуму левич да шуму левит спрашивает вопрос такой что откуда шлом узнал что в конце концов он сможет наказать щими через 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 такой как бы путь говорящими что нельзя ему выходить иерусалима через это он сможет ему его наказать а мощами никогда не выйдет из иерусалима и так и тогда он не сможет наказать щими так что рафаим шуму левит говорит что когда человеку человек может жить в одном месте всю свою жизнь и не выходить из этого города но когда ты ему человеку говоришь запрещение ты говоришь ему что запрещаю я тебя выходить из этого города у человека появляется желание выйти с этого города это автоматически у человек появляется вот это желание выйти из этого города так что когда шлом он сказал щими что нельзя будет тебе выходить из этого города так что он знал что щими в конце концов он захочет, наверное, выйти из этого города. И через это он сможет его наказать. Так, как же нам понять Коэнгадоль? Коэнгадоль тоже так же, что Коэнгадоль, он находится у себя дома. Он находится в Бетамикдаше. Нельзя ему выходить из Бетамикдаша. Нельзя ему выходить из своего дома из Иерусалима. Нельзя будет ему выходить. Это тоже может быть как наказание, как мы видим от Чимми Бенгера. Какая разница тогда? Почему у Коэнгадоль это не считается как наказание? Так что Равшимшон Пинкеттс дает интересный ответ. Что написано в Гмаре, Гмара Хагига, Масаха Хагига, что человек, есть спор между мудрецами. Как же Адама Ришон был создан? Если Адама Ришон, есть одно мнение, которое говорит, что Адама Ришон был создан с одного конца в другой конец мира. С одного конца мира в другой конец мира. И что это обозначает, что вся его тело была во всем мире. Он как бы покрывал весь мир. Адама Ришона тело. И потом, после как он согрешил, его тело, как бы, Бог сделал его тело опять маленькое. Это первое мнение. Другое мнение такое, что Адама Ришон рост был с земли до неба. И мудрецы говорят, что после как он согрешил, Бог его укоротил. Но какой же спор между мудрецами? Что рост Адама Ришона был с одного конца мира в другой конец. Или с земли до неба. Мудрецы говорят, что этот размер и этот размер, он одинаковый. Что два этих размера, они один и тот же размер. О, значит, Рак Пинкас, он хочет объяснить, что вот это желание, которое у человека есть. Что ехать с одного города в другой город. У некоторых людей есть такое желание. Поехать в Мексико, поехать в Италию, поехать в Европу, поехать в другие штаты. Есть у них вот это желание. Каждый раз они, они как бы двигаются с одного места в другое место. Хотят пойти на викейшн каждый раз. Откуда вот это желание появляется? Потому что человек, человек Адам был создан, и он покрыл весь мир. И у человека есть вот это желание пойти и как бы увидеть вот эти места. Но человек также может пойти духовно подняться с земли до неба. Или он может пойти с одного конца на другой конец, да, идти и посмотреть. Или он может духовно, духовно, он может подняться. Как бы пойти на викейшн, да, пойти отдыхать. Или физически, или как, или духовно. Как бы через изучение Торы или через духовно подниматься, человек может пойти и, можно сказать, как на викейшн. И после, как, если человек, он духовно поднимается, ему уже не надо идти никакие на викейшн, какие-то места, Мексика или, там, скажем, Мексика, Италия или в другие штаты. И уже вот это желание у этого человека, человек уже не появляется. Почему? Потому что он духовно, духовно поднимается. И также можем понять, а теперь, что Адам, что человек или может физически подняться, физически идти туда-сюда, или он может духовно подниматься. И это тоже, окей. А теперь, коэнгадор, почему для него это не считается наказанием? Потому что он духовный, он был духовным человеком. Он духовно поднимался, большие высоты поднимался, духовно. Так что ему не надо было даже выходить из Иерусалима. Не надо было идти в парки или идти смотреть другие места, другие города. Ему, у него не было желания на это все. Но человек, когда духовно он не поднимается, тогда у него появляется вот это желание. Он хочет пойти увидеть другие места, другие викейшн, хочет поехать, хочет пойти в другие штаты. Почему? Потому что духовно человек, как бы, хорошо духовно не поднимается. И вот это Коин Гадоль, так как он был 100% духовный человек, и поэтому ему не надо было никуда идти, он мог остаться в Бет-Амикдаше целый день и ночью быть только в Иерусалиме, и не надо было ему выходить, потому что он был очень такой духовный человек. Желаю всем шапат шалом.